Бизнес-класс на Финам.ФМ, как обычно, стартует в 17.03 по Москве. Мы рады, что вы нас слушаете. Итак, что у нас сегодня? Сегодня у нас тема достаточно специфическая, но, как всегда, на мой взгляд, крайне интересная. Бизнес-коучинг как явление. Как всегда, мы пригласили интересных людей, с которыми мы будем обсуждать как раз, собственно, бизнес-коучинг. Итак, в студии Илья Богин, управляющий партнером учебного центра «Фабрика жизни». Здравствуйте, Илья. Добрый вечер. И Михаил Носов, старший менеджер компании «Прайс Ватерхаус Куперс». Здравствуйте, Михаил. Да, добрый вечер. Ну что ж, предлагаю традиционно представиться и рассказать пару слов о себе. Но перед этим хочу немножко прокомментировать слово «коучинг». Как мы знаем, это слово берет свое начало в 16 веке, означает «повозку» или «карету», то есть средство передвижения и доставки к цели. А вот в 19 веке студенты английских заведений начали использовать его по аналогии со словом «репетитор». А позже коучами стали называть спортивных тренеров. А затем этот термин стал широко применяться везде, где требовалось помощь наставников или инструкторов. То есть, по сути, это тренерство, насколько я понимаю, да? Но перед тем, как мы начнем обсуждать это более детально, предлагаю все-таки пару слов о себе. А, начнем с… Давайте, Илья, с вас начнем. Да, еще раз добрый вечер. Меня зовут Илья Богин. Я исторически пришел в тренинги «коучинг» и «консалтинг» через продажи. Начинал в компании «Евросеть», продавал сотовые телефоны. Понравилось, собственно, то, что делают тренеры в учебном центре. И так потихонечку-потихонечку карьера начала строиться. Много работал в кадровом консалтинге, проводил тренинги для крупнейших российских международных компаний. И в 2009 году основал свой учебный центр, в котором провожу корпоративные тренинги. Ну, не только я, естественно, еще и команда тренеров. Корпоративные тренинги, тренинги для тренеров, то есть подготовка тренеров. И открытые тренинги личной эффективности, в которых готовим людей, всех уже желающих, как эффективно строить карьеру, публично выступать, ну и так далее. То есть, вы и сам коуч, и в то же время собственник бизнеса, связанного с коучингом. Да, совершенно верно. В коучинге я работаю с собственниками, топ-менеджерами российских международных компаний. И также у меня бизнес, в котором это тоже все происходит как уже. Вот в четвертой части программы, я думаю, я вас помучаю откровенными вопросами. Отлично, с удовольствием. Спасибо. Михаил? Да, ну я в коучинге с 2007 года, заинтересовался темой работы, я до сих пор работаю в крупной консалтинге компании. Ну, куда уж крупнее, да. PricewaterhouseCoopers, одна из вообще крупнейших компаний в топ-100, я так понимаю, входит. Спасибо, что об этом говорите, да, в эфире. Да, она входит в одна из четырех крупнейших компаний именно в области аудит и консалтинга. И, конечно, она входит в топ-100 одних самых капиталоемких компаний в мире. Вот. Я начал с того, что просто для себя стал искать пути развития лидерского потенциала. И на тот момент, в 2007 году, тема коучинга была не очень неизвестна. Я нашел специалиста, который сказал, давай я тебя просто подготовлю к новой позиции, к должности. Потом я узнал, что это коучинг был. Заинтересовался, подумал, я же то же самое могу делать на своей работе и растить себе там преемников, чтобы идти дальше по карьерной рейснице. Нашел институт коучинга в институте, закончил обучение, с 2007 года являюсь коучем. И на сегодняшний день я совмещаю работу в крупной консалтированной компании, где у меня восемь, ну, так называется, коучиз или клиентов по-другому. И они работают в рамках компании, я их продвигаю, соответственно, помогая им расти по карьерной рейснице. Компании не против, да, что вы совмещаете свою какую-то практику? Ну, это я делаю в работе. Это я, будучи работником компании, являюсь коучем для сотрудников своей компании и позволяю им достигать большего. Хорошо. Телефон прямого эфира 495, это код города 6510996. То есть, звоните, либо пишите на сайт Finam.fm, собственно, в раздел программы «Бизнес-класс» на Finam.fm. Итак, традиционно начинаем с обсуждения новостей. Вот немножко, конечно, отвлеченная новость от мира коучинга. Как вы думаете, самая крупнейшая компания в мире по капитализации? Какая бы это могла быть компания? Apple, Microsoft. Да, именно Apple сейчас самая крупнейшая компания, но мы все знаем, что успех айфона, я не знаю, насколько он успешен с точки зрения идеологии, потому что я знаю много людей, которые очень сильно ругают айфон, но с точки зрения коммерции, безусловно, успех очень серьезный. Мне бы вот другой факт показался бы более интересным, то, что среди топ-4 компаний мира по капитализации, по самые крупные компании мира по капитализации, 4 из 3, прошу прощения, 3 из 4 компаний – это IT-компании. И лишь одна компания, ExxonMobil, которая, собственно, занимается, ну, все знают, что ExxonMobil занимается нефтью, то есть это нефтяная компания. А остальные 3 – это Microsoft, Apple и Google. Вот так. То есть получается, что у нас? IT-отрасль сейчас самая продвинутая, она как бы на пике популярности. То есть получается, что у нас те люди, которые создают такую вот, можно сказать, нематериальную добавленную стоимость, ну, вроде Google, это сервисы в интернете, правильно? Все-таки компании стоят дороже, чем то, что можно пощупать нефть. Мы все ездим на машинах, нам нужен бензин. Вот это парадокс для вас или это нормально? Ну, я думаю, это вполне естественная закономерность, то, к чему мы пришли. У нас сейчас эпоха уже постиндустриальная, и интеллектуальный капитал, он сейчас уже стал намного в цене, чем то, что там компании, которые были созданы там 100 лет и производят материальные активы, они уже не такие сейчас популярные и востребованы на рынке, как компании, которые путем собственного интеллектуального капитала и путем новых разработок досягают новых услуг. Вот, я просто думаю, там можно такой слоган сделать, там нужно качать сейчас мозги, а не нефть. И, наверное, вот в этом кочем... То есть нефть качать уже не модно, да? То, что мы вот в России, у нас основная эта статья, как бы, нашего дохода... Ну, у нас это модно и будет модным, да, но, в принципе, за этим это настоящее, но не будущее. Для того, чтобы быть в будущем, нужно уже качать мозги. Фокусироваться надо на развитии именно образования, если так перевести это на, скажем так... Образование, развитие самих себя, своих собственных идей. И, собственно говоря, сейчас покупают больше идеи, чем материальные активы. И вот как раз потихонечку мы переходим к развитию себя, к образованию, а это, в общем-то, и есть, я так понимаю, одно из эффективных средств для этого, это и есть коучинг. Ну, вот у меня вопрос. Давайте вот так начнем с самых азов. А эффективен ли вообще коучинг на самом деле? То есть, много разных компаний, все что-то предлагают. Сложно померить результативность, правильно? А везде, где сложно померить результативность, всегда возникает вот какое-то такое, знаете, ощущение, а нужно ли это? Ну, это известная история, да. Нас тренингами уже много десятков лет все бьются над тем, как померить эффективность тренингов. Есть модель Кирк Патрика известная, там, с четырьмя уровнями. Ну, вообще, так, по крайней мере, за 8 лет, сколько я в этой области работаю, случаев, когда действительно кто-то измерил прям адекватно, прям с факторным анализом, вот, влияние тренинга на эффективность бизнеса, ну, то есть, там, на продажи или на что-то подобное. Ну, я таких случаев не видел. И даже о них ничего не слышал. Ну, такого, чтобы прям это померили. То есть, почти религия, да? Главное, верить. Не совсем, наверное, так. Я бы говорил о том, что методики разные есть. Если мы говорим о каком-то разовом событии, ну, типа, как, знаете, пришел коуч или пришел тренер, да, ну, давайте немножко объединять, да, там, тренинги, коучинг, чуть-чуть сейчас я иногда объединять буду. А он пришел, он что-то сделал, два дня участники что-то послушали, или какой-нибудь топ-менеджер пообщался с этим коучем три часа, и дальше на этом все закончилось. Если так делать, то, наверное, об эффективности говорить сложно, потому что, ну, он может только написать, я вот счастлив или я несчастлив, то же самое участник. И здесь оно не дает воздействия длительного. Если мы говорим про модульные системы, да, когда это, например, 10 сессий или 10 встреч каких-то, да, когда эта работа проходит на протяжении времени, когда человек может как минимум давать обратную связь и какую-то реакцию определенную на то, что происходило. Вот здесь уже видим прогресс. Если приходит менеджер и говорит, что у него есть запрос, да, мне сложно взаимодействовать с подчиненными, потому что они меня воспринимают как избыточно директивного, к примеру, пример запроса на коучинг, да. И дальше мы работаем. И через, там, 5 встреч или через 10 встреч он говорит, о, я получил обратную связь от подчиненных, что им стало со мной комфортнее. Вот это результат. Его сложно померить в терминах цифр или чего-то еще, но коучинг он не всегда про цифры. Я бы еще добавил, наверное, там, как я это вижу. Собственно говоря, когда к коучу приходит клиент, человек, которому нужно достичь какой-то цели, он приходит в основном с какими-то внешними целями. То есть он хочет машину, квартиру, там, жену получше, там, детей, еще что-то, да, то есть он требует какие-то внешние вещи. А коуч, он не может дать ему квартиру купить, да, там, не может найти жену, достать, там, детей не может, и слава богу, родить из-за него. Знаете, вот эту байку про филинов, филина и ежика. Да, стратег. Да, ежики приходят, мыши приходят к филину и говорят, ну, как нам быть-то, все-таки нас все обижают в лесу, мы такие маленькие, беззащитные. А филин думает и говорит им, ну, станьте ежиками. И те такие, о, здорово, станем ежиками. И побежали, значит. Потом бегут-бегут и думают, а, собственно, как мы станем ежиками? Прибегают филину и спрашивают, ну, как же, как же мы станем ежиками? А филин говорит им, да, что вы ко мне лезете с этим? Я стратегией занимаюсь. Ну, это пример такого, может быть, не совсем эффективного коучинга. Да, не бывает ли это вот именно, как бы, стратегия, но не очень эффективно вот в жизни применение какое-то? Ну, во-первых, я бы спросил там запрос, насколько адекватен у клиента, потому что бывает так, что клиент хочет там новую квартиру, машину, но не хочет для этого ничего делать. Это то же самое, что вы приходите в тренажерный зал, говорите, я хочу накачать мышцы, как у Шварценеггера. Говоришь, хорошо, для этого я тебе сделаю таким, но для этого ты должен всем не в неделю быть в зале. Говорит, ну, нет, я давайте раз в неделю, можно? Говорит, можно, но у тебя будут там мышцы, как у Шварценеггера в 10 лет. Хочешь? А теперь другая сторона этого вопроса. Не проще ли самому прийти в зал и накачать мышцы? Ну, окей, чуть позже об этом поговорим более подробно. Немножко сейчас про рынок коучинга. Вот в России эта штука появилась намного позднее, чем на Западе, да? Где-то в конце 90-х, насколько я понимаю, да? Вы профессионалы, поправьте меня, если я буду говорить какие-то глупости. Ну, примерно так, да? А в чем отличается коучинг в России и коучинг на Западе? Есть ли какие-то отличия? Или это одно и то же и там и там? Ну, я бы сказал так, что мы, для нас это слово новое. В принципе, вот там, если возьмешь 10 лет назад, слово коучинг ассоциируется с некой психотерапией. Что такое? У тебя есть коуч, ты, наверное, там лечишься, там таблеток уже не хватает. Но как это так воспринималось? То есть, такой моральный, такой негативный какой-то заряд был, да? Ну, не было информации достаточной, и это сопровождалось как неким лечением. То есть, если у тебя есть коуч, раньше считалось, да, то, наверное, что у тебя не в порядке, наверное, какие-то проблемы у тебя жизненные. То есть, на Западе подход такой, что это нормально, как вот личный тренер по фитнесу. Как личный психотерапевт то же самое, для них это абсолютно нормально, как личный там стоматолог. А в России это воспринимается как некая, что, слабость какая-то? Я думаю, это воспринималось. Мне кажется, вот то, что было у них в 80-х годах, там, ранний коучинг, да? Коллеги, предлагаю продолжить после новостей, у нас новости на Финам.фм. В второй части программы продолжаем рассматривать бизнес-коучинг с моими гостями. Илья Богин, управляющий партнер учебного центра «Фабрика жизни» и Михаил Носов, старший менеджер PricewaterhouseCoopers у меня сегодня в гостях. Обсуждаем коучинг. Уже поняли, что коучинг эффективен, если к нему подходить системно. Уже поняли, что коучинг в России появился, ну, в общем-то, где-то в конце 90-х, как и все остальное практически, все остальные западные веяния. И разница между западным коучингом и коучингом в России, все-таки моральный аспект у нас в России, такой психологический, я бы даже сказал, все-таки не принято ходить на поклон и признаваться, что у тебя что-то там, может быть, есть какие-то проблемы. Михаил, мы вас так перебили новостями, вы продолжали какую-то мысль. Давайте ее закончим. Ну, я, может, новую мысль начну, что, в принципе, это сейчас уже не так уже. Раньше, если это воспринималось некая как терапия, да, вот сейчас к нам приезжал иностранный партнер, очень крупный, и мы с ним обеседовали, и он сказал, что у меня коучинг уже давно, 15 лет я хожу коучинг. И многие русскоязычные партнеры сказали, а мы тоже вот буквально там год-два назад стали ходить к коучу. То есть, если раньше это воспринималось как что-то неадекватное, там, непонятное, то сейчас это уже в бизнес-среде, то, что я вижу, по крайней мере, уже воспринимается, а как ты без коуча вообще нормально, комфортно, ты достигаешь цели, не достигаешь. А вот психотерапевт и коуч, в чем разница, да? Ну, психотерапевт такой задачи, бизнес, например, если мы про бизнес возьмем, то… А если брать в широком понятии коучинг и психотерапия, в чем разница? Ну, коуч не будет решать там проблемы детства, и почему у вас там боязнь темных комнат. А если эта проблема мешает бизнесу? Захожу в офис, а он темный, сразу пугаешься. То конструктивно просто с точки зрения коуча вы ставите цель будущего, допустим, если вы говорите, это моя боязнь, там, это установка для достижения этой цели, то окей, это может, если у коуча есть квалификация психотерапевта, он может помочь с этой проблемой справиться. Чаще всего делая какие-то вызовы, да, через вызовы, так называемые растяжки, что-то, что неприятное, надо преодолеть человеку, коуч это делает, такие вещи. Если же говорить, что у человека осознанная проблема там темных мест, то лучше ему прийти к специалисту, который просто поможет разобраться с проблемой, вот, но это не приведет его к достижению цели, не факт, что после того, как он стал заходить в светлое помещение, это стало радостнее для него. Здесь, знаете, грань очень тонкая, конечно, то есть, с одной стороны, ну, вот, у коучинга есть определенная методология, особенно если говорить про западный коучинг, да, там зачастую вот прям вот шаг первый, шаг второй, шаг третий, шаг четвертый, ну, например, там, знаменитая модель Гроу, которая уитморовская, да, или еще какие-то, ну, то есть, в общем, коуч вряд ли пойдет в детство, как правильно было сказано, коуч вряд ли пойдет в какие-то вот такие, там, страхи, паттерны детско-родительские отношения, перинатальные матрицы или что-нибудь еще такое, сейчас страшными словами ругаюсь, ну, в общем, психологи, психотерапевты понимают, о чем я говорю. С одной стороны, с другой стороны, если говорить про эффективность, это все на стыке, и, наверное, ну, я могу сказать, как я работаю, если я вижу, что у человека прям вот совсем какие-то там детские истории, да, такие, которые, ну, вряд ли разговором про цели, про личную эффективность и про какие-то, ну, базовые, там, навыки и базовые установки можно проработать, я его скорее отправляю все-таки действительно к специалистам, особенно если я вижу, что это уже, не дай бог, на грани фобии, это уже даже не психотерапевт зачастую, это может быть даже психиатрические какие-то истории. Хорошо, но есть некая бизнес-задача, например, вот то, что вы сказали, например, ко мне плохо-то относятся подчиненные, у меня свой бизнес, у меня есть вариант пойти, найти на рынке какую-то компанию, которая специализуется, либо, если я работаю в рамках, там, какой-то большой корпорации или компании, как вот, в случае с Михаилом, я могу пойти как раз вот в отдел Михаила, да, и сказать, вы знаете, мое подразделение имеет проблемы, мне нужно решить эти проблемы таким-таким образом, правильно я понимаю, да? Ну, примерно, да. Михаил, а у вас, кто к вам ходит? Кто ваши клиенты? Сотрудники нашей компании, но в основном, это сотрудники моего отдела, то есть у нас в компании работают, в моем отделе конкретном, работают больше 300 человек, это... А что за отдел? Аудит, аудиторские услуги. Аудиторские услуги для компаний среднего и крупного рынка, вот, и, собственно говоря, это сотрудники, с которыми, может быть, я не пересекаюсь по проектам, по консалтингам, но они, я знаю, куда они могут прийти, я знаю путь, я сам его прошел, я знаю, как это сделать, там, в два раза быстрее, но одних знаний я не смогу, к сожалению, там, свою голову взять, там, поставить на плечи другого человека, и у него другой путь, там, другая цель, может быть, совершенно, и это сотрудники от начального уровня до уровня, там, на два шага ниже меня, и я им, собственно говоря, направляю, то есть моя задача, чтобы после того, как я пошел выше, чтобы у меня были люди, которые придут на место меня, и ничего не разрушится. Михаил, а вот скажите, PricewaterhouseCoopers, большая компания, там, ну, вот, старший менеджер, это что означает? Это ваш отдел, 30 человек вам подчиняются или как? Ну, где-то старших менеджеров на этих 300 человек человек 10. Ага, то есть 30 человек у вас, ну, условно говоря, в среднем в подчинении. Ну, где-то да, где-то так. Но, тем не менее, люди из других отделов тоже могут к вам обращаться. Вполне могут обращаться, совершенно спокойно. Хорошо, сейчас зачитаю телефон прямого эфира, как раз сейчас отличное время для того, чтобы выразить свое честное и откровенное мнение. Телефон 495, это код города, 6510996. Звоните или пишите на сайт, Финам.фм, естественно. Итак, коучинг, бизнес коучинг. Соответственно, есть варианты, либо я прихожу в какую-то независимую компанию, либо если в моей компании я иду в отдел HR и спрашиваю, ребят, есть у вас коучи? Мне говорят, ну... Есть еще третий вариант, кстати. Ага, вот какой третий? Ну, еще вариант найти на рынке. Сам себя покоучил тоже вариант, да. Четвертый. Есть еще вариант на рынке найти свободного, так называемого, коуча. Ну, то есть не... Фрилансера. Ну, да, да, не компанию какую-то прямо, а коучинговая компания. Открываешь сайт freelance.ru, да, и... Ну, не конкретно. Можешь через знакомых. Да, то есть есть достаточно много людей, которые так или иначе себя коучами называют. Проблема в том, что в современной России, да, эта история, она настолько размазанная и расплывчатая, что даже сейчас попытка какой-то классификации и попытка, ну, скажем так, отделения хороших коучей от плохих, она в любом случае будет, ну, провальной заведомо, потому что есть люди, которые закончили какое-то правильное образование, у них есть сертификат, у них есть какая-то методология, при этом у этой методологии тоже есть и плюсы, и минусы, потому что, с одной стороны, это хорошо, то, что человек обучен, с другой стороны, у него есть ограничения, это методологии накладываемые. Нет, ну, давайте так, смотрите, есть человек, у которого там есть какие-то регалии, там, академия коучинга, там, какой-то сертификат TPS, сертификат DDF, а обычный человек не понимает, что это такое. Не понимает. И это, в общем-то, здесь, как бы, некий простор для запудривания мозгов. Что нужно для того, чтобы выбрать успешного коуча, как на ваш взгляд? Я про рекомендации говорил в первую очередь. Кстати, вот та ситуация, которая у Михаила в PricewaterhouseCoopers, это достаточно редкая и очень хорошая ситуация, то, что внутри компании выросла уже вот такая культура, когда коучинг внутри компании происходит. Развивается. Да, развивается, происходит, и происходит, главное, успешно, и силами, ну, не просто сотрудника, а сотрудника еще и обученного профессионально. То есть это вообще классная ситуация, и, ну, я вот, глядя на современный, там, рынок именно Human Resources, да, то есть, ну, HR рынок, кадровый рынок, я могу сказать, что, ну, это, наверное, 5%, там, 3% компаний, в которых это есть, включая, кстати, международные компании в России. Обычно пользуются, ну, есть история про наставничество, которое иногда используется, но она настолько, или менторинг, еще слово такое есть, да, тоже, ну, синоним наставничества. Но это обычно настолько в зачаточном, зародочном состоянии, что, ну, к сожалению, нам еще плясать и плясать. Менторинг — это когда человек, человеку назначается, или он сам выбирает какого-то более опытного. Более опытного, да. Товарища, сотрудника, наставника, который, соответственно, помогает ему, ну, скажем так, на каких-то факультативных основах. Да. Просто помогает. Который может ничего, кстати, про коучинг не знать, естественно. Абсолютно, да, абсолютно. То есть ты просто какой-то человек. Как умею, так учу. Итак, телефон прямого эфира 495, это код города 6510996. Коучинг в бизнесе. Полезен ли коучинг для бизнеса? То есть поможет ли, на самом деле, коуч сделать бизнес успешней? И в каких случаях поможет? Вот здесь такой момент. А нужно ли сделать, нужно ли ожидать от коуча, чтобы он, скажем так, был, обладал релевантным опытом в той сфере, в которой, например, работает тот человек, которого он коучит? Вечный вопрос, да. Должен ли тренер хорошо уметь продавать, если уйдет тренинги по продажам? Должен ли коуч разбираться, например, в каком-нибудь бизнесе, связанном с продажей компьютеров, если он коучит этот бизнес? Ну, я бы сказал так. С одной стороны, коучинг – это методология. Если я как коуч правильно задаю вопрос и правильно работаю с человеком, правильно возвращаю ему его же собственные мысли, идеи и подходы, то, в принципе, я могу даже понятия не иметь, чем этот человек занимается. Вот если брать такой совсем классический, самый правильный коучинг, который основан на вопросах, на продвижении человека к его собственным целям и на достижении результатов, ну, за счет того, что человек лучше понимает, как ему к этим целям идти, с одной стороны. С другой стороны, я бы сказал, что в моей практике именно бизнес-опыт и работа с разными компаниями, моя собственная работа в продажах, моя собственная работа как менеджер очень помогает, потому что это позволяет мне задавать те вопросы, которые человека действительно приведут к результату, а не просто, ну, там, какая у вас цель, какие есть ресурсы, какие есть препятствия, что будете делать уже сейчас, ну, вот это вот, там, какие-то классические истории, которые, ну, они не про людей. То есть коучинг – это некая способность задавать правильные вопросы? Это одна из основ коучинга, безусловно. То есть тренер не должен быть играющим, не обязательно, что он играющий? Это желательно, но я знаю хороших коучей, которые ведут коучинг, и у которых есть клиенты из совершенно таких, ну, странных областей, типа, как, например, спорт. Человек сам никогда спортом не занимался, но он коучит, например, спортивного менеджера, и это получается успешно. Кстати, про спорт, как много футбольных тренеров, вы знаете, которые великие игроки, великий тренер и великий игрок. Это вообще единичные случаи, когда они совмещают. Обычно тренер – неизвестный игрок, но зато великий тренер. Так и коучинг – то же самое. То есть ответ – не обязательно? Не обязательно, иногда это даже мешает, потому что иногда это делает соблазн с коучем сказать, вот как надо, и отодвигая в сторону человека, лишая его ответственности за свои поступки, говорит ему, это, в принципе, уже тренинг, это не коучинг. А какие люди обычно обращаются за коучингом? Ну, вот из вашего опыта. В смысле внешние, да? Вот такие, не внутренние. Кому это требуется и на каком периоде жизни? У нас в России вообще считается, что коучинг – это прямо такая прерогатива топ-менеджеров и владельцев бизнеса. Ну, то есть я не встречал ни разу, чтобы прямо за коучингом обратились, что нужен коучинг для рядового сотрудника, там, для специалиста отдела продаж, например. То есть обычно этих людей отправляют на тренинги. Топ-менеджеры, они как-то традиционно, ну, я не знаю, почему это сложилось так, но считается, что они в тренингах уже как бы не участвуют. Они участвуют в стратегических сессиях, в групповых дискуссиях, и для них проводится индивидуальное обучение, оно уже иногда называется коучингом. Ну, либо сам коучинг, сам по себе. Просто здесь надо тоже разделять. Иногда есть такое разделение – коучинг-навыковый и лайв-коучинг, да? То есть это тоже немножко разные вещи. То есть, может быть, человек приходит и говорит, ну, у меня такие были запросы, да? Я не умею выступать публично. То есть я хочу, у меня там предстоит Санкт-Петербургский экономический форум, мне надо туда приехать, я не могу, ну, сказать, извините, БМЕ. Я боюсь. Хотя человек топ-менеджер. Это, кстати, очень типичная история про публичное выступление. На тренинг он не пойдет, ну, потому что там будет еще 10 человек, и вообще два дня – это как-то неправильно. Ему нужен индивидуальный тренер. Вот это такой вот, ну, своего рода коучинг, своего рода индивидуальный тренер. Знаете, как фильм «Король говорит», по-моему, да? Да-да-да, абсолютно верно. Ну, вот он мне очень понравился, он прямо вот в чистом виде, ну, похоже на то, чем я иногда занимаюсь. Так. И все. Я прям помню, как мы снимали зал на 200 человек пустой, чтобы в нем тренироваться, выступать. Вдвоем? Да, вдвоем. У нас ждало там 20 человек обслуживания, они такие, а где уже гости? Гостей нет. Ну, вот мы приезжаем вдвоем, зал закрываем, они не могли понять, что мы там делаем, конечно. Вот. Это, собственно, навыковая такая история. Есть история про цели человека. Например, бизнесмен говорит, вот у меня бизнес стагнирует, я не понимаю, куда дальше, я не понимаю, куда развиваться, я застрял. Что мне делать? Сам по себе он на этот вопрос, скорее всего, не ответит. Умная книжка ему тоже не поможет, потому что, ну, а почему именно эта книжка? Ну, а коуч и коучинг исходят из идеи о том, что в человеке уже большинство ответов есть. Вот на этой мысли предлагаю прерваться на новости и потом продолжить. Обсуждаем суть коучинга на Finam.fm бизнес-класс. Телефон прямого эфира остается таким же, 900, прошу прощения, 495, это код города, 6510996, сам телефон, звоните или пишите на сайт Finam.fm. Итак, тема, скажем так, этой части рынок коучинга в России, но предлагаю сначала подвести некие итоги по поводу того, каким явлением является коучинг и какие цели, какие задачи у коучинга есть. Илья, как раз вы говорили, что есть жизненный коучинг и есть коучинг цели. Жизненный – это когда у человека, например, ну, каких-то, например, жизненных науков не хватает, то есть он не может, скажем, говорить публично. А коучинг цели, когда есть какая-то конкретная цель и нужно обеспечить ее выполнение. То есть это, я так думаю, что это аналогия действительно с фитнес-клубом, когда нужно, допустим, пресс накачать, а ты не можешь, ну, лень у тебя. И поэтому ты платишь деньги человеку, который стоит над тобой и своим присутствием, и тем, что ты заплатил ему деньги, в общем, вынуждает тебя хоть как-то чем-то заниматься. Ну, самый интересный запрос для меня, например, это запросы, когда человек перед выбором стоит. Когда у него некоторые перепутия, и вот он такой, ну, вот сейчас вспоминаю запрос один, владелец одного российского банка, ну, такого среднего банка. У него был прям вот вариант то ли в политику пойти, то ли продолжить бизнесом заниматься. И вот он сам по себе, у него же есть аргументы и за, и там, и там, и против, и там, и там. И это все еще завязано на какую-то личную историю, естественно, на какие-то личные предпочтения. И вот мы с ним как раз эту историю расшивали. И здесь одними вопросами, типа, чего хочешь, какие ресурсы есть, уже не обойдешься. И работа такая, она происходит всегда на стыке методик. Вот если меня спросить, там, в какой методике работа, в какой методологии? Да в разных. Ну, в разных. Просто я бы сказал, что вот если говорить про навыки коуча, которые нужны коучу, чуть забегая вперед, здесь один главный навык – это интерес к людям и внимание к тому, что они говорят, к тому, что у них происходит. То есть способность сопереживать, способность, ну, так называемой, эмпатии, да, то есть чувствовать, что у человека внутри, и способность ему возвращать эти чувства и ощущения в правильной переработанной форме. То есть, например, одним из вариантов работает, когда, ну, часто даже смеются, да, что психотерапевт молчит, а клиент разговаривает, да. Вот у коуча иногда тоже такое бывает, когда идет монолог, коуч просто записывает, фиксирует, и дальше он вот так вот разворачивает, ну, майндмэп, например, да, ментальная карта, и там уже все вот так вот разложено по полочкам, плюсы, минусы, возможности, проблемы, достижения, какой-нибудь свод-анализ еще. И человек такой, ничего себе, так это я, а это ты. Ну, у русских людей такой вид коучинга, как кухонное обсуждение каких-то проблем, в общем, всегда практиковался. И здесь вопрос, а не проще ли действительно самому там пойти к другу, пойти к знакомому, пойти к родителям, я не знаю, к жене, к мужу, рассказать ему о каких-то своих проблемах? Два ключевых момента здесь. Первый момент – это то, что жена, друг, брат и сват будут однозначно совершенно включать в этот разговор свою позицию. То есть лицо заинтересованное, а верить нельзя. Лицо заинтересованное… Верить можно? Верить можно, но тому, что оно заинтересованное. Верить решение самому. Да. С учетом, что человек имеет, может быть, свой интерес какой-то. Конечно, даже не в том дело, что он прямо заинтересован корыстно, а в том дело, что человек будет так или иначе подмешивать свой контент и свой контекст к тому обсуждению, которое происходит. То есть он будет свой опыт туда замешивать. Это первый момент. И второй момент – просто, ну, как тренер тренеров, я могу сказать, что умение задавать вопросы правильные – это настолько непростая история, как выясняется, и люди этого не умеют делать. То есть обычно это… Ну, что у тебя происходит? Ну, у меня такая ситуация. Слушай, я тебе скажу, как действовать. Значит, делай раз, делай два, делай три. Вот обычно вот на этом коучинг на кухне заканчивается. Ну, и плюс коучинг на кухне иногда приведет к алкоголизму. Это точно. Не всегда хорошая история. Так, ну а почему тогда не самостоятельно? Сел спокойно, попытался разложить, написать на бумажке, зачем нужно платить деньги кому-то еще? Ну, согласитесь, это все-таки как-то, ну, какое-то некое признание, что ты чего-то не можешь. Давайте аналогию со спортом оставим. Вот почему бы спортсмену не тренироваться самому? Ну, он же точно так же может просыпаться, вставать, бегать, прыгать, там, все, что нужно делать. Но почему-то таких спортсменов единицы, там их нет в профессиональном спорте. В любом случае должен быть человек со стороны, который помогает, корректирует, направляет, напоминает, мотивирует. Это все задача коуча. То есть, в принципе, можно ли достичь цели без коуча? Можно ли сделать это быстрее с помощью коуча? Конечно. Хорошо, как строится эффективный коучинг? Например, есть проблема. Я добавлю, потому что сказал Михаил, но это сейчас я за Михаила тоже скажу. Просто мы по секрету скажем, что у нас с Михаилом тоже есть свои коучи. Большая секрета. То есть мы, будучи коучами... То есть весь мир простроен иерархически, да? Коучинг такой сверху вниз, да? У каждого человека есть собственный коучинг, у него, в свою очередь, да, есть собственный коучинг и так далее. Наверное, вопрос, к кому ходят те коучи, которые коучатся, да, самых-самых коучей, да? Это про то, что поддерживать себя как инструмент в работоспособном состоянии очень важно. И, конечно, я знаю все методологи коучинга, Михаил их знает, и вот можно взять там что-то, расписать себе, но это нужно, во-первых, а, очень развитый механизм саморефлексии, и, б, все равно со стороны некоторые вещи проще возвращать, проще вот это вот, ну, закручивать взаимодействие человека с самим собой. Именно поэтому, ну, это важно, действительно. Хорошо, теперь рынок коучинга в России. Что у нас сейчас на этом рынке вообще происходит? Во-первых, тенденция, вот, я знаю, что буквально, может быть, несколько лет назад коучинг был очень модной темой. Могу ошибаться, вот, поправьте меня, если ошибаюсь. Сейчас спад интереса, стагнация, стабильность, что сейчас происходит с рынком коучинг? Я бы сказал, что интерес, он выравнивается в том смысле, что люди начинают разбираться в том, что на самом деле происходит, они начинают понимать вообще, об чем это, да, и коучинг из какого-то модного слова, хотя до сих пор, вот, если открыть где-то интернет или послушать разговоры, до сих пор можно услышать, ты что, коучер? Коучер, это такое название для коуча, да, забавное. Ну, то есть, до сих пор даже терминологии не собрались. Я уж молчу про методологию. Вот, поэтому рынок выравнивается, HR и крупных компаний начинают понимать, для кого и что они заказывают. Они начинают понимать, что это за услуга, они начинают понимать, на что это работает. Бизнесмены, естественно, обмениваются друг с другом, вот, ну, то, что Михаил уже упоминал, но мнениями о том, что, а вот я уже давно хожу к коучу, ой, ты давно ходишь, а как тебе помогает, не помогает? Ну, я, да, я проработал свои цели. То есть, люди начинают друг с другом обмениваться положительным опытом. И спрос растет, и он растет именно упорядоченно, с одной стороны. С другой стороны, вместе с развитием вот тех интернет-технологий, о которых мы сегодня начинали разговор, да, например, там, скайпа, вебинаров, информационного бизнеса, возможность оплачивать услуги через интернет и так далее, и с повышением доверия к этим услугам у населения, так или иначе, у нас происходит тенденция к некоторому размазыванию и проникновению вот в эту вот область, ну, такую достаточно сложную профессиональную область, людей, которые профессионалами не являются вообще даже, ну, никак. Потому что, ну, а что такого? Делаешь сайт, пишешь «я коуч», делаешь скайп какую-нибудь конференцию, набираешь себе клиентов и коучишь их. Мы выяснили, что нужны специальные сертификаты, да, но, а вот какие, есть ли какая-то централизованная система? Ну, есть Международный институт коучинга, например, это Международная сертификация. Дирекционовский. В России есть институты тоже. То есть давайте дадим совет нашим слушателям, которые решили, например, пойти и увеличить свою эффективность с помощью коучинга. Вот каких людей надо искать? Знаете, какой совет? Совет, ну, безусловно, можно посмотреть, есть ли у человека сертификат. Наличие сертификата свидетельствует как минимум о том, что человек серьезно подошел к вопросу, разобрался в теме, и он, ну, хотя бы не будет делать какой-то, ну, совсем ерунды. Либо у него хороший принтер. Ну, да, мы сейчас там, наверное, не про эту историю. Как минимум. С другой стороны, я бы смотрел не на то, сколько у человека сертификатов, потому что сейчас много вот этих вот, как правильно было сказано, там, академии, имени, непонятно чего, и что это за академия. Ну, никто разобраться не может. Абсолютно. Трехбуквенные сочетания и так далее. Я бы говорил о том, что нужно смотреть, кого человек коучит. Если он коучит вот таких вот набранных каких-то вот людей на своем сайте и по телефону, и не пойми как еще, я не знаю, как можно. А кого он должен коучить? Известных бизнесменов? Как минимум, это должны быть люди, которые обращаются к нему для достижения своих бизнес-целей. Это определенный уровень клиентов, это определенный уровень самого человека. И если человек вхож вот в этот вот круг, и если ему доверяют себя топ-менеджеры, бизнесмены, владельцы бизнесов, ну, или, там, сотрудники крупных компаний, то вот здесь уже можно говорить об определенном уровне профессионализме. Даже если он, например, не имеет сертификата коуча, а является психотерапевтом, к примеру, или он является тренером, или он просто, кстати, есть много коучей, я знаю лично несколько человек, которые никаких сертификатов, никакого психолога, никакого коуча не имеют, но они за счет опыта в бизнесе многолетнего, за счет опыта менеджмента и опыта выращивания себе команды таким уровнем обладают, что к ним очередь стоит. Я думаю, хороший коуч – это как хороший дантист, да, и все прекрасно там могут не знать компанию названия, да, но когда нужно зубы лечить, я спрашиваю, а ты знаешь кого-то, посоветуй, вот, собственно говоря, так же хороший коуч. То есть надо прислушиваться к советам людей, которые уже были у человека и которые уже могут тебе сказать, насколько им это помогло. Конкуренция на рынке высокали? Ну, что считать конкуренцией, то есть вот если мы говорим о критерии, что есть успешные коучи с именем, их немного, там, можно по пальцам пересчитать. Если сказать людей, которые называют себя коучами, то, в принципе, можно каждого второго назвать, даже те столовые посиделки человек наверняка назовет себя, там, может быть, столовым коучем. К нам-то зазвонился слушатель, сейчас попробуем с ним пообщаться. Итак, у нас на линии Алексей. Алексей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Алексей, говорите, у вас вопрос, мнение. У меня вопрос и небольшое мнение. Мнение у меня, что коучинг – это реально очень хорошая тема, она помогает развиваться, поддерживаю тренеров. Вы имели какой-то опыт? У меня есть небольшой опыт, я ходил, посещал там несколько тренингов и очень помогает развиваться личностью. Так. Это я рекомендую всем сходить, кто ни разу не ходил. И вопрос? А вопрос? Мне эта тема очень понравилась, я хотел бы сам начать коучинг. Ага, то есть вы хотите сами преподавать. Ну, у нас как раз будет четвертая часть, где мы расскажем, как заработать деньги. Есть возможность записаться тренером как-то на обучение, может быть, они возьмут индивидуальные занятия. Хорошо, Алексей, спасибо. Это, наверное, вопрос к Илье. Да, Илья, берете ли вы людей, которые хотят сделать деньги, научиться делать деньги на коучинге, то есть зарабатывать им? Смотрите, опять же, если говорить про прям подготовку коучей, то я бы, наверное, вот если человек хочет прямо сертификат получать, я бы отправлял, ну, тот же самый Международный университет коучинга, да, Эриксоновский, там учат этому, с одной стороны. С другой стороны, только этот университет пройти, не факт, что человек прямо после этого коучем ставит. Я знаю выпускников, они ходят с этим дипломом, но не все из них, к сожалению, прямо сразу могут работать с клиентами адекватно. Я готовлю тренеров. Для меня тренер – это человек, который может работать и в индивидуальном формате, и в групповом, потому что там очень большой спектр навыков, которые нужны, начиная вот с тех самых навыков внимательного отношения к человеку, способности слышать, способности слушать, переформулировать и так далее, способности видеть очень внимательные реакции человека и то, что он делает, и как он это делает, и заканчивая созданием определенного пространства, методологии и так далее. Хорошо, ясно. У нас еще один радиослушатель. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Меня вот Андрей зовут. Собственно, услышал в эфире эту тему. Мне стало интересно, потому что сам достаточно много проходил тренингов, ну и даже использовался как раз вот с коучами, да. То есть могу сказать, что, в принципе, мое ощущение это серьезно изменило. Так, Андрей. Настолько изменило. Видимо, да, видимо, какие-то проблемы со связью, но явно человек с позитивным отзывом, то есть, очевидно, действительно ему помог тот опыт, который у него был. Я бы мог бы к предыдущему вопросу вернуться, если по обучению вспомнить свой опыт. Я точно таким же вопросом задавался, как и предыдущие слушатели. И, на самом деле, чтобы научиться, мне кажется, быть коучем, вот желаний уже, на самом деле, это много. Вот. Если есть желание и стремление, то рано или поздно ты найдешь своего коуча или свою организацию. Был бы готов ученик, а учитель придет, да. Да, и к каждому ученику свой учитель подойдет. Поэтому, собственно говоря, если есть какое-то стремление, я думаю, это надо использовать, либо через знакомых находить, кто уже проходил, либо попробовать в интернете, приеду той информации, которая нужна. Хорошо. Ну, все-таки, заканчивая тему про конкуренцию, конкуренцию вы чувствуете или нет? Понятно, что есть, скажем так, много людей, которые сами пытаются что-то сделать, может быть, не обладая каким-то большим профессионализмом, но вот вы чувствуете эту конкуренцию, либо нет? Я только рад. Вот если там внутренние ощущения, да, чем больше людей в теме, чем больше людей имеет этот опыт, тем быстрее будет расти этот рынок, тем больше людей будет к этому приходить. Поэтому для меня это здоровый процесс, когда… Ну, у вас-то понятно, конкуренция внутри компании, у вас нет конкуренции, а вот… Я бы сказал, что я чувствую не столько конкуренцию, потому что есть своя клиентура, это все понятно. Я, скорее, чувствую девальвацию качества определенного. Хорошо. Продолжим эту тему и начнем другую тему. Коучинг как средство заработать деньги после новостей. Оставайтесь с нами. Коучинг как средство заработать деньги. Мы уже поняли, что коучинг средства эффективно, если им заниматься системно, поняли, что есть спрос, поняли, что есть определенный рынок, на котором пока что сильная конкуренция, как я понял, незаметна. Итак, как же заработать деньги на коучинг? И можно ли вообще это сделать? В студии эксперты, которые помогут мне ответить на этот вопрос. Илья Богин, управляющий партнер учебного центра «Фабрика жизни» и Михаил Носов, старший менеджер PricewaterhouseCoopers. Соответственно, Михаил представляет очень крупную компанию в рамках ее, собственно, и ведет консультации. А Илья, это, я так понимаю, Илья Фабрика жизни, это компания, которая на открытом рынке оказывает услуги всем, кому угодно. То есть, ну, с условием, допустим, что… Телефон прямого эфира все еще работает, 495 – это код города, сам телефон 6510996, у вас есть шанс задать вопрос нашим экспертам, либо выразить свое открытое и честное мнение по поводу бизнес-коучинга. Итак, как же заработать деньги на коучинге? Илья, наверное, вопрос в основном к вам, потому что ваша компания, вы как бы основатель компании и тренер, и одновременно основатель компании, то есть вы явно представляете, как заработать деньги. Ну, можно ли заработать деньги? Это вообще компания прибыльная? Да, слушайте, конечно, деньги можно на всем заработать, на чем угодно, да, и на этом тоже. Я бы здесь говорил о том, что вопрос, на чем фокусироваться, да, если говорить о коучинге для бизнеса, то есть для менеджеров, топ-менеджеров, это достаточно востребованная история, и за нее неплохо платят. Я не знаю, мы можем здесь озвучивать цифры? Конечно, даже нужно, у нас откровенный, честный разговор, и нужно обязательно озвучить цифры, если они есть. Ну, вот смотрите, в общем-то, час коучинга для бизнеса, для топ-менеджера, для владельца бизнеса, может стоить, в зависимости от квалификации коуча, может стоить порядка от 10 до 20 тысяч рублей, как вариант. Так, угу. Я сейчас не беру какие-то там топовые истории, когда привозят из-за границы какого-нибудь гуру, который берет 10 тысяч долларов в час. Я сейчас не беру... Это индивидуальный коучинг, да? Да-да-да, индивидуальный коучинг, конечно. Это не когда сидит группа и... Группа – это другая история. Есть такая форма жизни, называется групповой коучинг, но она достаточно странная. Это как тренинг, да? Ну, это либо тренинг, либо фасилитация какая-то, либо стратегическая сессия. Груповой коучинг, никто пока не может объяснить, что это такое, на самом деле. Вот. А если говорить про частных лиц, там, конечно, цены пониже. Ну, потому что не каждый... Вот так вот просто с улицы человек может прям достать вот так вот 20 тысяч рублей за час. То есть, в основном, заработок идет от каких-то корпоративных историй, да? Кому что нравится. Ваша компания зарабатывает больше на компаниях, то есть B2B, по сути. Если говорить про долю в доходе, то больше B2B. Именно так. Больше в B2B, да. Открытые мероприятия, мероприятия для физических лиц, для нас скорее... Ну, это больше для удовольствия, то есть они... Пиар, может быть. Они приносят, да, это пиар, в том числе... Они приносят деньги, безусловно, но если сравнивать, где можно заработать, конечно, B2B гораздо больше. Илья, а можете сказать вот откровенно, сколько приносит компания? Сколько приносит компания... Или хотя бы оборот, скажите. Ну, чтобы просто представлять, насколько вот такой бизнес, он интересен. У нас компания молодая, то есть говорить о том, что прямо это вот бенчмарк, я бы, наверное, не стал. Ну, я бы сказал, что это миллионами рублей исчисляется, но там пока не десятка миллионов. В год, в месяц, в день. Ну, в год, ну, наверное, где-то к десяти миллионам рублей может приходить. Это чистая прибыль, да, за вычетом уже налогов там и так далее. А очень маленькая разница между доходом и прибылью в силу того, что расходы-то близятся к нулю. Маржинальность достаточно высокая в этом бизнесе. Да, ну, это услуга. Другое дело, что мы коучингом занимаемся, наверное, процентов на 30 от оборотов, все остальное тренинги. Ага. А тренинги, насколько это, как бы, интересный сегмент? Очень интересный сегмент. Очень интересный. Даже лучше и, как бы, интереснее, чем коучинг, по сути. Очень сформировавшийся, понятный рынок. На сей раз с большой конкуренцией, с большим количеством игроков, причем игроков в том числе профессиональных. Ага. Крупные компании, которые уже по 20 лет существуют, но в этом рынке очень много сегментов и уровней. Потому что есть компании первого эшелона, которые, естественно, предпочитают заказывать у относительно именитых тренеров и у компаний, которые уже там с именем на рынке. Есть компании среднего бизнеса и компании малого бизнеса, которые тоже хотят подтягивать своих сотрудников, и они готовы платить, и при этом им нужны хорошие, качественные тренеры. То есть загрузка большая реально. Михаил, вам есть что сказать, сколько стоит час коучинга? Внутри компании, наверное, есть какие-то показатели? Ну, внутри компании у нас, естественно, это не тарифицируется. Если коуч делает коучинг, внутри компании это не оплачивается отдельно. Но я могу сказать, как потребитель этих услуг, я сам, у меня самого коуч, даже в каких-то случаях я выбираю, в зависимости от целей. У меня их несколько. Один, которым я уже очень давно работаю, если интересно, сколько стоит, я плачу 2,5 тысячи рублей, например. 2,5 тысячи рублей? Это не 10 тысяч рублей, но я работаю очень давно, и я думаю, что для меня такие цены остались. Очно или по скайпу, или по интернету? Сейчас уже по скайпу, потому что коуч из Петербурга, когда я там жил, мы очно, а сейчас уже, соответственно, заочно. То есть прелесть технологии, что можно делать это удаленно, то есть, например, можно уехать на Бали, и, собственно, продолжать практику. Это опасно про Бали. Почему? А потому что прям целое направление. Есть таких коучей, которые уезжают туда, и оттуда сидят такие по скайпу ведут коучинг. При этом они коучи, но только потому, что они себя назвали коучами. Просто потому, что очень кушать хочется, и на Бали надо как-то дальше находиться. Потому что красивая картинка. Ну, вот я бы сказал по себе, да, что вот если я коучу уже знаю, мой предпочитаемый стиль общения, это через скайп. Во-первых, я могу это делать где угодно, когда угодно. Просто удобно, не надо ехать в пробках стоять, да? Ему не надо ехать, мне не надо ехать. Не напрягает. Ты делаешь в любой обстановке, там, даже если ты в компании другие, сказал, у меня час-час, у меня ставьте, там, я сейчас выйду в кабинет, там, поработаю. Пришел, обратно вернулся. То есть все, это очень удобно, доступно. Но, действительно, я соглашусь, что критерий, главное, доверие. Если ты человека там не видел, а он только на картинке ни разу. Я бы рекомендовал, конечно, не знаю, сколько у вас уже было сессий по очень-то вот таким? Я уже даже не считал. Много, да? Очень много. Примерно, как часто, раз в неделю? Ну, в зависимости от цели я иногда несколько раз в неделю делаю. В зависимости от интенсивности, если я к чему-то готовлюсь важному, это может быть несколько раз в неделю. Именно потому, что это вот доверие, контакт, глаза, вот это все ощущение человека, энергетика определенная. Их, ну, к сожалению, по скайпу, даже если это видео, в скайп, их не передашь. То есть хорошую камеру можно присмотреться, но, конечно, не увидишь. То есть серьезно, если этим заниматься, это как бы постоянная история. Выбираете человека и с ним работаете. Ну, что называется, вот нет такого, что через 10 сессий, все, у нас конец. В зависимости от ваших целей. Если вы ставите крокосрочную цель, то можно за один день сделать. Я хочу выбор сегодня сделать. Ну, по-хорошему, как с тренером, надо вот надолго. Ну, вопрос, чего хотим. То есть, в принципе, это вопрос, если у тебя начинает получаться, ты достигаешь цели, и ты понимаешь, что коуч тебе помогает это сделать быстрее, то начинает уже входить как тренер, действительно, как регулярные тренировки. Они необходимы. Это становится регулярным. Если тебе нужно, когда-то этап жизни наступает, нужно просто вот конкретно в моем тренере сосредоточиться, вот что-то сделать, рывок. Да, ты можешь с коучем интенсивно прозаниматься 10 раз. Здесь от коуча очень важна честность в этом плане, потому что если приходит человек с запросом, коучу важно не поддаться искушению, растянуть запрос на несколько встреч. Да, вот такой конфликт интересов наблюдается некоторый. Конфликт интересов происходит тогда, когда у коуча зарабатывание денег находится в приоритете по отношению к результатам клиента. Да. Вот если это так, то коучи начинают, ну, давайте мы с вами проведем 10 встреч. Денег-то хочется в любом случае. Денег, наверное, хочется. Я не знаю, мне кажется, это такая дилемма, в которой вообще лучше не играть, потому что если результат возможен за 3 часа, нужно делать результат за 3 часа и отправлять человека счастливо дальше работать или, там, не знаю, отдыхать, или что он там делает. Илья, вернемся к коучингу как к бизнесу, как средству заработать. Вот как удалось сделать эффективный бизнес? 10 миллионов в год, ну, условно, да, там, примерно. Поменьше, наверное, сейчас пока. В принципе, неплохо, да, и сколько потребовалось времени, какие усилия для этого потребовались? Глобально времени потребовалось, ну, как, с 2004 года потребовалось постоянно этим заниматься в тех или ипостасях. А бизнес сам, ну, я бы сказал, что это некий опыт накопленный, ну, потому что я бизнес делаю не один, у меня есть партнер по бизнесу, Андрей Рубан, мы делаем этот бизнес вместе. Тоже коуч, да? Он бизнес-тренер, коуч, он профессионал в тренингах, в команднообразовании, мотивационный тренер, тоже с хорошим опытом. Мы это делаем вместе. Ну, это весь наш опыт, который мы за это время… То есть фактически два совладельца компании? Да, 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 это опыт, который мы за это время получили и который мы сейчас вот транслируем уже в рынок, в мир. Монетизируете. Ну, монетизируем в том числе, да. То есть самое, наверное, сложное – это вот как раз, как я сказал, в том уже немножко хаосе информационного бизнеса и, к сожалению, порой непрофессионализма, который на рынке существует, правильно спозиционироваться, то есть не оказаться одним из вот этих вот многочисленных коучей, которые, к сожалению, сейчас, ну, как в свое время было, с Гербалайфом, да, ну, вполне себе система продаж MLM, да, но когда Гербалайф дискредитировал эту систему за счет, ну, определенных событий, да, все начали к MLM относиться, ну, определенным образом. То же самое с тренингами. А, еще один тренинг, но тренинги разные. Вот это, наверное, самое сложное. А как же спозиционироваться? Вот какую нишу стоит сейчас занять человеку, который, вот, может быть, собрался это делать? Я сказал, что этому человеку нужно всеми возможными способами выходить на корпоративных клиентов. Вот пишет Александр на сайт, нельзя ли по-русски назвать это тренерством или тренером? Почему идет такая американизация русского языка? Можно назвать наставник. Можно назвать, но наставник скорее, да, потому что тренер – это все больше к спорту относится. Много терминов пришло с английского языка именно потому, что это там родилось. И чтобы потом соизмерить, как это понятие, там, для кого-то это наставник, для кого-то это учитель, для кого-то еще кто-то, да, тренер. Чтобы просто не путать понятия, тренер у нас уже есть, занятое слово. То есть наставник, наверное, ближе подходит. У нас нет российского аналога методологии. У нас нет российского вообще, вот, это в России как явление не существовало. Это новое явление. Поэтому, когда мы его взяли, мы его взяли вместе со словом. А есть ли проблемы на этапе становления этого бизнеса или развития, скажем, себя как тренера, как коуча? И какие это проблемы? Ну, основные, скажем так. Проблемы, как традиционный, естественно, поиск клиентов, пока тебя еще не знают. Ну да, естественно. Когда тебя уже знают, это… А внутренние какие-то? Я вот больше, мне вот интересно внутренние, потому что бывает, ты уверен в себе, ты думаешь, что да, ты можешь помочь людям, а бывает, что что-то у тебя у самого не получается, и ты понимаешь, ну что же ты будешь учить кого-то. Потому что тебе нужен коуч. Да, 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 вот как. Как преодолеть? С этим справляться, да. Именно нужен коуч. Ну, я думаю, что… То есть ты берешь деньги со своих клиентов, платишь их кому-то еще и этим поддерживаешь такую вот экосистему. Нет, ну вопрос, если уже получается, есть база наработанная, то есть ты перед этим пришел, что первый шаг, то есть человек выдыхает. Обычно, когда вот происходит стадия, человек может учиться годами, на самом деле, на коуче. Я знаю людей, которые… вот мы учились, они еще раньше меня учились, и они до сих пор не практикуют, до сих пор говорят, мне еще рано. То есть нужна уверенность. Хорошо, нужна уверенность. Хорошая, хорошая, на самом деле, завершающая точка. У нас, к сожалению, наше время подходит к концу. Обсудили коучинг, как средство заработать деньги, как эффективную методику, скажем так, сделать себя лучше. У меня в студии были гости Илья Богин, управляющий партнер учебного центра «Фабрика жизни», и Михаил Носов, старший менеджер PricewaterhouseCoopers. Спасибо вам большое, господа, что помогли мне осветить эту тему. И не стоит обязательно упомянуть, что на Финам.фм есть программа «Ужин для чемпионов». Как раз сегодня будет выпуск в 21.00, ведет ее Андрей Бубукин, бизнес-тренер. И темой сегодняшней программы будет «Успешная женщина». Итак, спасибо вам за то, что вы нас слушали. Это была программа «Бизнес-класс» на Финам.фм, и я, Георгий Вербицкий. Делайте деньги с удовольствием. До свидания.